С нами на связи Николай Маломуш, генерал армии Украины, руководитель службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах. Николай Григорьевич, здравствуйте, рада вам, как всегда, в нашем эфире. Приветствую, слава Украине. Героям слава. Давайте начнем не с подготовки украинских военнослужащих, если, кстати, сравнивать с российской армией, то там совсем другие реалии, скажу это мягко так, от того события, которое произошло в Черноморской акватории, уже оставшим известный разведывательный корабль «Иван Хурс», проект 18-280, такой проект, который засекречен, если не ошибаюсь, на территории Российской Федерации, уникальный корабль, как для российского флота. Сегодня Главное управление разведкой Министерства обороны Украины распространило видео, на котором видно, что какой-то беспилотный, не понимаю, это была лодка, а не лодка, дрон, назовем его так, ударился в этот корабль разведывательный, возможно, нанес ему повреждения. В принципе, добавлю нашим зрителям, напомню, что за 20 лет было построено всего лишь два таких корабля, теперь у Черноморской флотилии, если все-таки серьезное было повреждение, остался только один корабль подобного типа. Можем ли мы сказать, что постепенно господство российского Черноморского флота в Черном море, оно не то чтобы сходит на нет, становится меньшим? Как подобные случаи повлияют в целом на целостность Черноморского флота и возможность в дальнейшем обстреливать территорию Украины? Ну, мы четко имеем уже факты, как мы уничтожали точно так же дроном при помощи наших партнеров Белоруссии, когда такой же разведывательный, правда, самолет, была разбита антенна, это самое, Сердцевина, это самолет, который вел очень мощную электронную борьбу, проводив модель наведения, особенно ракет, включая кинжал, поэтому нейтрализация была очень эффективна. Точно так же проведены мероприятия в отношении этого корабля. Это действительно два корабля, как раз мощная система электронного снижения, наведения, борьбы электронной с нашими средствами и силами, поэтому это глаза Черноморского флота Российской Федерации. Конечно, удар по чувствительным системам, это антенны, это системы коммуникации, это то, что составляет электронный мозг, а это уже не функционирует. И в этой ситуации есть три составляющие флота. Это, конечно, сам корабль, если мы говорим о флоте, это боевая часть, это, конечно, и модель обеспечения. Уничтожение мозга, это фактически слепая, и корабль превращается в недеиздатное существо. Поэтому вот эти глаза, которые наводили и калибри, наводили другие системы, а все же наши системы, которые проводили, это и катера наши, и ракетные системы, то, что нам передали коллеги, это то, что летит с нашей стороны, это фактически сейчас будет ограничено для контроля со стороны России. А, соответственно, боевые корабли и подводные лодки, они, конечно, лишаются возможности наведения. Наряду с тем, что мы ударили по нефтебазе, мы снижаем возможность перемещения, это без солярки, без, соответственно, масла, никто двигаться никуда не может. Ударим по железной дороге, это калибри, соответственно, нет боевой части. И, конечно, самое главное, что мы говорим, это удары по этому как раз электронному мозгу на базе корабля. Это как раз полный комплекс лишения боестатности представителей Черноморского флота Российской Федерации. То есть агрессивные планы будут на порядок снижены. В них еще есть, да, другие средства, но вот этот удар также является очень чувствительным для Черноморского флота и не допущение новых агрессивных атак. Николай Григорьевич, в принципе, удивляться тому, что российские корабли подобного калибра то ли не охраняются, то ли плохо охраняются, то ли вообще не защищены, ну, не стоит, особенно после истории с крейсером Москва, но тем не менее. Корабль, который имеет высокую ценность для Черноморского флота Российской Федерации в контексте радиоэлектронной разведки либо борьбы, то ли не охраняется полностью, то ли охраняется плохо, то ли вообще не защищен. Как правильно вы прокомментируете вот подобную ситуацию? Разве не могли сбить условный беспилотный водный дрон? Ну, мы также изучаем слабые места, и, конечно, они пытаются сейчас отследить все удары ракетами, вот, ну, это авиации нашими, вот, где-то подходом, может быть, наши даже катеров, вот, это, как бы, основное внимание. Но тут нужно найти слабое звено. Слабое звено мы нашли, которое, как правило, не ожидаем. Помню, я еще раз обращаюсь к Георуссии, как дрон летал просто спокойно возле самолета и спокойно его нанесли удар по антенну. Примерно такая же схема здесь. Они не ожидают, в них нет радиолокации систем свежения за такими дронами, и дрон проводит, выполняет свою работу. Наши, так сказать, специальные подразделения определили именно параметры этого корабля, параметры других систем защиты, и, соответственно, нашли вот тот вариант, который сработал очень эффективно. Ракета, может быть, и не поразила, она могла быть сбита. А вот такой дрон, он, конечно, выполнит свою задачу очень эффективно. Что говорили про глаза российского флота? А я бы хотела поговорить про грозу у Министерства обороны, про Евгения Пригожина и про слабые места. Видите, как мы все объединили в одно? По сегодняшней ситуации хотелось бы узнать ваше мнение по поводу информации о том, что основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин сегодня в очередной раз заявил, что его наемники начали выход из Бахмута и якобы полностью покинуть город до 1 июня. Ну и плюс к тому, говорят, что якобы их заменяют на регулярные войска, то есть, я так понимаю, что тех свежемобилизованных вместо вагнеровцев. С чем, на ваше мнение, это связано, и какие тут у них появятся новые слабые места, когда эта гроза Министерства обороны выйдет окончательно, если он действительно выходит? Ну, мы говорим, что слухи о выводе вагнеровцев очень преувеличены. Конечно, я оставляю, это основной контингент там. Это только проводят отдельные ротации отдельных подразделений. Вот в данной ситуации они понимают, что выход вагнеровцев и замена на строевые части, которые не имеют боевой подготовки, тем более, так сказать, условиях, так сказать, по окружению, как мы говорим уже, или возможности угрозы нанесения ударов слангов, ударов по высокоточной, так сказать, системами и ракетами, и артиллерией. Потому что сейчас БАК превращается в площадку для битья, так скажем, попроще, когда они там находятся, и мы можем спокойно наносить удары по уничтоженному городу. Им там особо тоже некуда деваться. Поэтому мы имеем там плацдарм в районе, как говорится, самолета, то есть леточка в украинской формате. Мы имеем, соответственно, уже хорошие позиции на фланговых направлениях. Это угроза, конечно, любым группированиям. И еще более-менее способные части вагнеровцев, конечно, если они уйдут и будут заменены военными, это будет еще больше угроза потерять БАК в ближайшее время. Поэтому есть такая модель, и они будут поддерживаться. Часть отойдут, базовая часть вагнеровцев останется там еще долгое время, чтобы Бахмут не ушел, как они считают. И, конечно, зайдут им спецназы частично и необстрелянные части. Вот как раз будет такой конгломерат. Но это ослабление позиций. Это то, что показывает, что Прихожин пытается разделить, что они завоевали, они самые мощные, а придут какие-то там слабаки. Вот мы их еще должны научить, поддержать и тому подобное. Но уже ротация частично пройдет. Это его пиар-акция. Он хочет показать, что самое неспособное подразделение – это вагнеровцы. Но я прямо скажу, оно уже разбито на 80%. Осталось их там несколько тысяч. Да, они еще держат этот регион. Но практически перспектив, как бы способная, эффективная часть, которая может выполнять уже более-менее тактические задачи, уже вагнер не имеет. Поэтому он наперед пытается демонстрировать, что он якобы выполнил задачу, а теперь будет ротация. Это реальное состояние дел вагнеровцев. А вот замена – это так уж вынуждено, потому что вагнеровцы уже аж пищат, говорят, что у нас уже нет резервов, многие ранены, поэтому мы должны отойти. Вот вы говорите, знаете, их нужно еще научить. Вопрос другой – кто их будет учить? Судя по всему, как раз украинская армия их и учит. Как вот почему-то… На поле боя мы показываем, как убивать. Либо окапываться, либо отползать. Ну, вот они все равно применяют свою тактику. Она у них неизменная. Это пушечное мясо и обстрелы, насколько это возможно, и куда достанут. Российские оккупанты артиллерийскими обстрелами пытаются остановить продвижение ВСУ на флангах на Бахмутском направлении и стягивают дополнительные силы для усиления своих возможностей. Об этом написала заместитель министра обороны Украины Анна Малер. Артиллерийскими обстрелами враг пытается остановить наше продвижение по флангам. Сейчас враг подтягивает дополнительные подразделения на фланги для усиления. В пригороде Бахмута враг заменил подразделения Вагнера на армейские регулярные отряды. В самом же городе Бахмут на данный момент остаются вагнеровцы. Украинские войска контролируют окраины города. В юго-западной части в районе самолет. Анна Малер, заместитель министра обороны Украины в Телеграм. В тактическом смысле вы сейчас объясните, что это значит. А у меня вопрос один. Если они так жалуются на недостаток боеприпасов, то откуда у них вот это все, чем они обстреливают и достреливают? Неужели у нас нет сейчас возможности для того, чтобы прервать эту логистическую цепочку? Ну, в первую очередь, нужно сказать, что именно все резервы боеприпасов брошены под Бахмут и Авдеевку. Вот реально сегодня они хотят именно то, чтобы именно снять возможность окружения Бахмута нашими войсками, потому что это будет провал. Они читались перед Путиным, что Бахмут уже захвачен, что это не так. Вот поэтому пытаются это доказать уже на практике. Подтягивая новые спецподразделения, там они кинули еще нескольких десантных батальонов вот этих необстрелянных военных, ну и, конечно, Бахмута. То держать Бахмут, а не отходить там и тому подобное. А с другой стороны, вся артиллерия и ракетные системы с боеприпасами растянут из других регионов. И то, что должно поступать на другие направления, Запорожье, например, Сватокременная, брошенную сюда, все-таки понимают, что мы можем эффективно окружить и уничтожить рупировку Бахмута. И это будет уже системный провал. Вот такая модель сейчас ими рассматривается. Они очень боятся. Поэтому все то, что можно в плане артиллерии, ракетных средств, задействуется. Вот эти все дополнительные части, которые говорит Анна Малер, это те, которые не могут выполнять эффективную задачу по деблокированию флангов. Поэтому задействуют артиллерию, ракетные системы. Мы сейчас обратно, имея уже и новейшую технику вооружения, также провалом удары по огневым средствам противника, идет контрбатарейная борьба. Но с учетом более эффективных наших средств, мы эффективно выиграем у них. Потому что это новейшая техника на порядок выше, чем в России. И мы уже очень четко освоили тактику ведения боевых действий с маневрами, неожиданное проведение, так сказать, и наступательных, и контрнаступательных операций тактического уровня, и в тех местах, где враг не ожидает. Поэтому, да, ситуация тяжелая, чтобы мы, так сказать, не дооценили. Но мы эффективно и проводим удары по системам огня противника, складам боеприпасов, резервы, которые подтягивают. И, конечно, маневрируем в окружении Бахмута, создавая условия для более выгодных оперативных позиций. Как сказал генерал-полковник Сырский, мы займаем более эффективные позиции, включая высоты, где мы можем эффективно поражать врага. Если посмотреть в целом на фронт и на те территории, которые оккупированы российскими войсками, Британский королевский институт изучения оборонных стратегий говорит о том, буквально недавно в своем новом обзоре войны России против Украины была такая фраза российская тактика меняется по мере извлечения уроков из военных неудач в войне против Украины. То есть российско-оккупационные войска в целом генералитет учатся, исходя из получаемого опыта, который стоит, кстати, российским войскам, ну, сотни, если не сказать, тысячи смертей. Какой урок из бахмутской операции вынесет для себя российско-оккупационная армия? И в целом вынесет ли? Ведь от этих уроков будет в дальнейшем зависеть и поведение российской армии во время контрнаступательных, масштабных контрнаступательных действий украинской армии. Самый главный урок, который выносит российская армия, то, что она проиграет в этом сражении, что она потеряла самые способные части. Вот этот урок бросая в бой именно и армейские подразделения, и спецназы, ВДВ, десантно-штурмовые бригады, морскую пехоту, помним, несколько даже комплектов морской пехоты были уничтожены и большую часть вагнеровцев, и других наемников армейских, и таких, агазпромовских. То есть это главный урок. Тактика фактически не меняется. Тактические действия на поле боя, тут именно отдельное произведение, да, они учитывают, как именно проводить удары, огневые средства, как продвигаться небольшими группами, а затем дальше двигать более высокие контингенты, но это уже, так сказать, непосредственно конкретный сектор или конкретный, так сказать, населенный пункт. Но если в целом мы говорим, они точно так же пытаются массово атаковать, направить массовые, так сказать, контингенты и забрасывать нас ракетами и артиллерийскими снарядами, вот, и, конечно, попытка атаковать авиации. Вот это старая атака, которая работала в разные периоды. Мы как раз вот тут и изучаем эту атаку очень глубинно. Поэтому, с одной стороны, уже имеем эффективное противодействие и артиллерии, и огневым средствам, но, соответственно, уже проведение не просто системы защиты, а как раз вот то, что мы говорим, маневра, которая позволяет заходить с тыла, с флангов, проникать в отдельные сектора, контратаковать, возможно, отойти и дальше пройти. То есть это очень тяжелая, сложная, но эффективная работа. Мы учимся, да, они тоже, но они за счет именно массовых, так сказать, ну, уже, как бы, потерь на фронте. Вот где-то маневрируют, уже на месте командиры отдельно как-то осваивают такую тактику. Но если мы говорим о больших форматах операции, тут уже мы говорим о том, что боеспособная, системная модель в России не готова, потому что большинство частей, которые должны выполнять задачу и по обороне, и контрударом, они фактически сейчас обесцелены и обыскровлены. Есть еще контингент, который сейчас не обстрелил или мало еще облучен. Вот они сейчас их сюда массово бросают. Но это уже наша стратегия, где мы найдем слабые места, вот те люди или те воинские части, которые не готовы воевать или еще не имеют опыта, там, где ослаблены, например, фланги, где, возможно, проведение рейдов в тылы, где проведение комплексных операций, это очень мощное действие, это нанесение мощных ударов по резервам, это уже мы говорим о шлоп-шэду, например, М-270-ка, это хаймерсы, это бьют на 80 и на 300 километров. Это то, что мы можем уничтожать до фронта, и фронт оголяя противника, они не получают подкрепление резервов, а затем проводить наступательную операцию. Но это так в общем, мы не раскрываем, конечно, план нашей команды, но объективно такие условия складываются. И мы говорим, что есть ли славые места, есть обязательно. Но в этой ситуации мы отработаем разные модели, и отвлекающие удары, и простепенные, и главные удары, где противник, конечно, ориентироваться не будет. Вот конкретная тема, это немножко как бы параллельно, но то, что именно контингенты, якобы, военных России, ну, конечно, с территории Украины, заходят спокойно, и никто не оказывает сопротивление, ни славная, в кавычках, ФСБ, ни спецназы, ни разварди, они просто-напросто несколько суток держат территорию, вот при том, что это прифронтовые областя. Вот конкретика, вот такие будут места искать и в системе на фронте, которые показали перспективность. Это Харьковское наступление, это Херсонское освобождение. Вот так, я только думаю, более эффективно будем действовать уже сейчас, с учетом того, что именно получаем новую технику, вооружение, новые системы ракетные, и вот действующий «Рамштайн» этому посвящен сегодня. Сегодня как раз будем в эфире «Фридом» говорить об очередном заседании в формате «Рамштайн». В конце Николай Григорьевич о главнокомандующем вооруженными силами Украины Валерии Залужном. Есть плохие новости для российской пропаганды. Залужный, несмотря на заявления кремлевских СМИ, телеграм-каналов о его гибели и ранении, живой. Видео с Валерием Федоровичем опубликовали буквально несколько часов тому назад в сети. Давайте коротко посмотрим, и далее комментарии хочется вас услышать. Протягом месяца мы спостерегаем фееричный... На протяжении мая месяца мы наблюдаем феерические и фантастические истории от российской пропаганды, а также разные конспирологические версии от так называемых экспертов. И наконец сегодня, 25 мая, я хочу открыть страшную тайну. Очень страшную тайну про главнокомандующего вооруженных сил Украины. Искренне благодарю всех украинцев. Вместе мы обязательно победим. И не только сегодня. Всегда благодарю всех. Я даже, честно говоря, не знаю, что спрашивать в отношении вот этого видео, в отношении той волны, которая поднималась. Ладно, в кремлевских СМИ, это их задача, по-другому не скажешь. Более жесткая волна была в телеграм-каналах, где некоторые авторы, писаки, писали даже о том, что Валерию Федоровичу проведена трепанация черепа, что он не выжил. И многое другое. Вот как, по вашему мнению, как в том числе разведчика, подобные месседжи как должны влиять? Почему вообще зародился вот такой тренд, скажу так, в отношении главнокомандующего вооруженными силами Украины Валерия Залужного, а его якобы то ли ранений, то ли даже смерти? Ну, мы говорим, что идет два типа войны. Это на поле боя, это инфрационные силовские операции, воздействуют на все общество Украины, на военных наших. И, конечно, очень эффективная модель, когда они фиксируют якобы факты, а фактические фейки, в отношении того, что есть проблема президента Украины, например, главнокомандующего Залужного, уже нет ни Залужного, я говорю, таких фейк, ни, например, там, Сырского, командующего восточным направлением, ни, соответственно, командующий резервом, танцюры. То есть это уже эти фейки проходят. Но они действуют и на российскую публику, на то, что Россия действует эффективно, достает всех, так сказать, командующих, и фактически нейтрализует наши возможности наступления и контрнаступления. Вторая составляющая – это подорвать именно моральные ситуации военных, потому что если где-то уже конкретная информация в отношении того, что командующего нет где-то, или верховного командующего, это, конечно, удар психологический. Военные на это реагируют. Поэтому рассчитаны на то, что будет фейк воспринтка за правду. И вторая составляющая – это то, что именно украинское общество поверит в этот фейк и будет расчаровано, будет как бы разгублено, и в данный момент уже как-то будет дезориентация в целом. И как бы единство будет не такое мощное. Все, так сказать, расшифровывается. В это уже никто не верит. Все вот эти фейки, которые проведены были, они же несколько раз, по Залужинам уже несколько раз было, по Буданову также было. Ничего не работает. Уже большинство граждан понимают, что это фейк, это ложь в плане проведения каких-то операций, чтобы именно еще раз, может быть, озадачить людей. Некоторые блогеры в это верят или умышленно запускают информацию, подыгрывая российской пропаганде и российской психологической операции. Я скажу, что любые, так сказать, сообщения России нужно делить на 100, а вообще вот не воспринимать, потому что сегодня идет война. Я знаю ту модель, как действуют разведчики их, военные психологи, представители военных СМИ. Они, конечно, это валом делают. Почему они зазомбировали Россия? Потому что это делалось многие годы. Ежедневно и разными системами, включая, так сказать, подсознание. Пытаются это содействовать в нас. В войне так не проходит. Тут реальная война, реальные, так сказать, потери и реальные демонстрации людей. Вот эти все варианты, они быстро нейтрализованы. И правильно, что сделали паузу на сутки, не показывая заложено. Когда оно все, так сказать, получило, как бы такое развитие, а тут раз он появляется. Это удар по дыху, по информационной операции. Мы тут выиграли. Да, как и в мирное время, теперь еще с большим усилием необходимо сомневаться и обязательно перепроверять. А лучше несколько раз из разных источников. Спасибо вам за комментарии, спасибо за разъяснения. Николай Григорьевич Маломуш, генерал армии Украины, руководитель службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 года, был гостем этой студии. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале Freedom. Freedom – только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь, ссылка в описании.